здравствуйте дорогие друзья вы на канале у светланы лоди сад сегодня об овощах с моего огорода вот об этом сегодня видео видео тогда когда я здесь с вами общаюсь чате поэтому пока буду вести свои показы овощных грядок овощей можете задавать любые вопросы и я отвечу ну такой разговорный диалог произойдет между мной и вами что про огород и друзья уже идет сбор урожая и я даже не успевала снимать ролики каждый божий день собираю ведро 2 ведро 2 огурцов конечно же все весь процесс заготовок идет полным ходом все рецепты есть на канале лоди свет это второй мой канал вдруг кто не знает а такие тоже есть потому что спрашивают почему светлана вы не пополняете плейлист заготовки я его не пополняю он весь пополняется на канале лоди свет там есть в этом году новые рецептики и еще один будет в это воскресенье посмотрите обязательно сама готовила первый раз открыли баночку очень понравился поэтому всем говорю канал лоди свет плейлист заготовки вот эта вся красота будет использоваться там томаты вот начала собирать уже такими большими корзинами но здесь была корзина с горой еще детям сейчас отсыпала помидорчиков можно уже делать и аджику такую которая в сыром виде мы очень любим ну которую баночку съел и дальше делай не заготавливая на зиму в общем что хочешь вот уже пошел урожай корзинами про помидоры тоже сейчас покажу плюсы минусы что получилось что не получилось с огурцами вроде все хорошо но тоже уже есть проблемы август на носу вот-вот начнется поэтому ну что делать такие проблемы существуют и и у многих боремся тоже расскажу вам как справляюсь с такими проблемами вот сейчас померила вот такой дорогие друзья томат 700 чем-то грамму сами увидите хорошенький такой король гигант семена собирала все сессии многие семена у этих томатов мои свои которые из года в год собираю и делаю ну и вам видео скажу и сейчас скажу что будут продажи семена томатов моих из года в год проверенных которые и у вас кстати говоря они тоже растут поэтому дорогие друзья ну в общем присоединяйтесь к видео а я приглашаю вас против мой огород ну и так пошли в огород огороде не все так хорошо как я вам скажу ну я имею ввиду что в огороде работы с травой пока еще идут вот тут смотрите у меня сейчас мочечку прикроем вот два томатика от садов россии комнатных сунуто в бочку посмотрите у нас такие томаты очень хорошо кушает александра она вообще у нас томатница что удивительно дети не все едят томаты но со всех сторон вам обойду посмотрите какая прелесть и скоро я буду сажать снова томаты итак первая теплица с огурцами и перцем сразу говорю не все хорошо объясняю эти огурцы с этой стороны огурцы в начале я вам рассказывал заболели мозаикой огуречная мозаика вирусное заболевание вот ну примерно так она выглядит это уже старые листья я ее спасла вам рассказывала форма йодом все было прекрасно и хорошо ну думаю раз все хорошо и я перестала обрызгивать форма йодом ну и болезнь началась но но не болезнь это не болезнь это вирус пошел распространяться я опять начинаю опрыскивать форма йодом срезала уже много но сейчас уже видно что все молодые приросты идут уже зелененькие ну честно говоря огурцов все равно очень очень много здесь уже наверное будет меньше в этой части мало того этот вирус перешел на перцы он переходит на томаты и перцы дорогие друзья это очень такое прямо расстройство ну вот сейчас форма йодом обрабатываю видно что видите новые листики они идут уже чистые то есть пропустила этот момент не думала что это этот вирус он не убиваем и живет и вернется ну что с перцами перцев уже достаточно много съели опять-таки говорю что им здесь темновато все таки вот там с той стороны яблоня нет такого освещенности и опять-таки совка из-за нее я уже перцы не выращивал много лет и сейчас опять то же самое вот но прямо зреют даже перцы снимали снимали перцев много съели сейчас что что значит совка вот пожалуйста вот такая история и не на одном вот там какие здоровенные висят тоже проколы ночью я ее потому что двери открытые днем и ночью это ночная бабочка откладывает туда очень такая сволочь больше другого слова у меня нет ну вот смотрите какие перцы от слизней я там вчера уже все сыпала это такой препарат агрокиллер вот какие они здоровенные перцы в ужас не могу сказать знать все что как вот люди покажут все завешено обвешено меня немножко не так темновато это вот таким препаратом я эко киллер все везде вчера насыпала ну чтобы не было слизней вроде как их нету но вот совка вредит вот сейчас покажу вот видите вот так и поэтому наверное опять с перцем отстану хотя все меня лично все устраивает вот там оранжевый мармеладный какой хорошенький видите я не очень веста лучше всех веста себя показала дорогие друзья свисты снимала и снимаю раньше всех поспевать еще вот этот вот хороший сорт мне понравился сейчас скажу вам этот называется джипси вот тоже крупные мясистые рано стали поспевать так что тоже нравится это перец ламуйла вот какая дырка это уже не ламуйла это уже выкинуть надо снять и выкинуть он еще изгнил вот ведь хоть посмотрела так что вот такая история с перцами здесь сняла ранние томаты все ботяне все уже созрели ну вот кое-что тут осталось и все и туда насыпала всякие салатики и укропчики теперь сюда вы как пчелы жужжат просто ужас здесь тоже ну вот вы видите огурцы сейчас снимаю каждый день вчера ведро сняла вчера сняла ведро огурцов вот вы видите что я вчера ведро сняла при том снимаю вот просто считаю что до последнего огурца вот тут кто вчера был вот такой вырастает уже вот такой вот вчера сняла до этого снимала два ведра огурцов ну что хочу сказать конечно на солила сейчас уже делаю всякие салатики все что я делаю есть на канале лоди свет сейчас там кстати говоря будет супер рецепт новых закусочных огурчиков которые называются огурцы с медом и с чем же еще то забыла в общем с одной приправой очень интересный со я попробовала уже мне очень понравился с куркумой вот с чем вы представляете вот такая история с огурцами ну вырезала листья дорогие друзья не спешите удалять все листья вот как некоторые показывают нужно стричь огурцы под мальчишку видела такое видео неправда огурцы это ли она нельзя выстригать все листья у огурцов не будут они так плодоносить и расти каждый лист кормит каждый маленький огурчик вот снизу я обрезала этого предостаточно не стригите совсем огурцы конечно нужно вот такие все понятно убирать это просто здесь от крыши понятно что жгет да уже и вот такие листья получается вот ну просто как сгоревшие вот там видите солнышко и они горят ну уберите их и все не надо выстригать полностью огурцы ему специально кормим азотным удобрением чтобы они ну натуральными до различным чтобы они росли росли и росли нельзя делать пустые совсем стволы ну не будет тогда столько вот ну что с огурцами все пока хорошо пойдем дальше зоне огорода у меня тоже вот здесь вот симпатично цветут флоксы на флокса сделаю отдельное видео даже как что с ними тут дело но все равно как немножко как заборчик да идем во вторую теплицу вот сейчас будет разборка полетов с клубникой я ее отсюда полностью убираю про томаты будет отдельно видео я его уже сняла монтирую немножко расскажу про сорта кто хорошо кто плохо в принципе томаты все неплохо себя чувствует единственное как и у многих средние кисти у томатов сгорели в этом году ну во всяком случае не опылились расскажу про тех моих любимчиков или может быть не любимчиков будут ли такие не знаю вообще томаты люблю обожаю вообще мы очень много заготовок делаем кушаем и так далее естественно буду своих любимчиков распространять семян семян у меня немного но некоторые сорта я семена продаю пусть таких кто с годами годами проверенные семена в продаже будут вот показываю вам все как есть без прикрас что-то дверь закрылась плохо наверно завязала вот некоторые сорта очень удивили в хорошую сторону некоторые удивили в обратную сторону ну а вот так видите горели вот этот средний ярус в этом году до горел сильно даже очень ну а как тут было снизить температуру не знаю у кого теплицы такие друзья дорогие бывают побольше знаете типа полупрофессиональные высокие длинные объемистые там было наверное легче сохранить томаты потому что больше воздуха больше объем чем меньше теплица в этом году сохранить томаты ну я думаю что было бы тяжелее больше нагревалась и так здесь и дорожки заливала и вообще не знаю что что делать не закрывали ничего ни днем ни ночью ну теперь вторая тепличка с томатами это тепличка сибирский агроном помните такая тентовая в прошлом году здесь росли перцы а в этом году я посадила но высокорослые томаты в основном томаты выбирала для консервирования ну и некоторые новинки вот тут новинка у меня по моему минусинский с носиком вот кто знает вот такие видите с носиком шикарные здесь новинка дерзкая мэри здесь оранжевый гранит один кустик всего чудо пальчики писали что очень плохой томат но не знаю мне пока очень нравится посмотрите он как же он плохой и вот из новинок королева красоты оставлю тоже на семена вот она какая королева 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 вот вот такая ну а остальные томаты все знакомые это трюфели трюфели красные и желтые трюфели я обожаю и закрываю их в банке вот так это только для консервирования вот трюфели великолепно себя чувствует вот здесь я нашла вершинку дорогие друзья в эти говорю где-то я видела не знаю что что тут на этой кисточке вот такая вершинка и никогда я не встречалась с такой ерундой вот трюфели везде они отлично завязались вплоть до самого верха так что это идет на консервацию они очень сладкие консервированную консервации такую форму имеет интересную в общем я эти томатики люблю здесь еще поцелуй герани тоже кустик вот со своими веточками привязанные но еле висят вот кисти и моя любимка это томат малиновый вот сейчас на семена его тоже держу названию нет это я его назвала малином выращиваю несколько лет он не крупный где-то 50 70 грамм действительно имеет малиновый малиновый цвет не красный вот такой вот малиновый ну отлично для консервации посмотрите он как вы завязывать плоды в любой год в любой до самого верха в любой год здесь я его повела в три ствола ну посмотрите вот тут уже тоже не подвязана кисточка боюсь даже трогать вот это малиновый тоже семена конечно же соберу и будут из чериков волшебная арфа такой более коктейльный можно сказать это тоже моя любимка вот такой вот он и я его пускаю видите сколько стволов вот как ему нравится практически так он растет вот так вот он весь растет единственным немножко прореживаю кроны все и в этом году здесь черри вера от партнера ну тоже много конечно же он завязал особенно наверху но хочу сказать если попробовать вот черри вера и арфа арфа намного слаще это все равно с кислинкой какие-то здесь мушки ну вот такие такие сложные гроздочки у него вот такие вот ну также точно так же и у арфы вот видите какой так что вот здесь такие дела в этой теплице здесь кисточки практически не горели завязалась все как есть потому что видно здесь не такая все-таки была жара все-таки тент белый прикрывает ну вот вот этой жары то есть сработала эта теплица сибирский агроном отлично в прошлом позапрошлом году мы покупали нет в прошлом году мы ее установили в общем для перцев была может быть и холодновато а томаты здесь выращивать можно еще хочу показать каменный цветок уж его и солнце то жгло и давным давно он у меня но кто со мной давно на канале знаете что я выращивала его в светелке сейчас он стал помельче первые вообще были крупные тут надо тоже подставить вот посмотрите какой он молодец перенес всю жару сейчас я его уже отставила стоял думал ну все теперь уже пусть он умирает уже сколько можно нет он вот такой вот собрала семена мы это наверное гибрид я не помню партнеровский но собирала семена я уверена что все равно особенно первые два года все будет хорошо так что каменный цветок вот видите какой красавчик буду выращивать его снова посажу и пусть растет зимой ну вот друзья пошла собрала помидоры все которые вам показала вот такая двухведерная корзина большая но это только из этой теплицы большой из маленькой сейчас еще пойду там тоже есть немножко красных вот ведро огурцов еще с прихватом вчера собирала такое же с горой огурцов ведро ну несколько тут перчин уже таких зреющих сейчас на салатики с хрумкой вот такой в конце видео у меня получился урожай так что это называется послесловие да еще хотела показать вам вот этот помидор сейчас пойду до взвешу посмотрю сколько он грамм вот смотрите сколько взвесила тут у меня в светелке весы семьсот двадцать три грамма вот это томатик это я понимаю семьсот двадцать три грамма на руке не помещается наверное сладость 1 король гигантов есть король королей а это король гигантов но действительно король